Всем зрителям и подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня мы строим теплицу Кобля шириной 3, длиной 13 метров. Пока приехали, разложились, сейчас будет монтаж бруса, полянка у нас за лесенкой, начинается здесь будет стоять теплица. Каркас мы построили, сейчас перейдем к покрытию и нужно еще установить дополнительные прогоны, 25 штук. Завершился у нас монтаж, напоминаю, строили мы сегодня теплицу Кобля, обычная Кобля из трубы 20х20, шириной 3 метра, длиной 13 метров. Будем смотреть, что у нас есть цельные двери по торцам, есть две перегородки также с цельными дверями. Отсеки получились 5, потом идет 3, потом опять 5. Каркас теплицы, как уже сказалось, трубы 20х20, покраска полимерно-порошковым способом. Стоит все на брусе, брус 100-200, обработан, выставлен по уровню. Также есть у нас диагональ укосин для большей жесткости, есть резиновый торцевой уплотнитель, поликарбонат 4 миллиметра, 0,7 плотность, все торцы у него защищены торцевым профилем, чтоб не попадала в сок и пыль, грязь, ручки муфи не заползали. Особенностью данной теплицы у нас является боковая дверь. Боковая дверь состоит из трех частей, это верхняя фрамуга открывающаяся и двустворчатая дверь. Можно закрепить их на крючки. Все в открытом положении. Крючок сняли, зафиксировали, чтобы он не болтался. Сначала закрываем одну половинку. Все, потом к ней пристегивается вторая половинка. Можно в принципе в таком положении оставить, чтобы была циркуляция воздуха. Мы проветриваем, но в то же время никто не смог попасть из животных. Все надоело проветривать. Закрываем. Стоян газовые подпоры. Раз и зафиксировали. Открыть. Чуть-чуть. Отдать ее и она сама дальше вверх открывается. Цельные двери также у нас в перегородках фиксируются крючками в открытом положении, чтобы не задевало поликарбонат в этом месте, не портило его. Ну и ветром, чтобы не мопыляло. В каждом цике у нас имеются по два форточных блока с ручным управлением. Все просто и надежно. Такая получилась длиннющая теплица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!